всем привет друзья меня зовут никита и это уже вторая серия об автобусах на моем канале во первых у проекта теперь появилось название далеко хотя не стал и это всего лишь вариация слова автобусы но во вторых мы волхови черт возьми а все потому что это ближайшее место к петербургу где можно достать живые икарусы сегодня поговорим про легендарную гармошку икарус двести восемьдесят карина и веноке и герой сайт подпеснялся и за счет этого все а у матча и зала сам В конце 60-х годов семейство городских автобусов Икарус-556 и Икарус-180 стало медленно, но верно устаревать. Для их замены конструкторы завода в небольшом венгерском городке с непроизносимым названием Сикишвихервар начали разработку машин нового поколения. Главным новшеством 200-й серии стала модульная конструкция, которая позволила создать массу модификаций под любые нужды потребителей. Автобусы, построенные по этому принципу, позволяли комбинировать количество дверей, изменять длину, варьировать двигатели и коробки передач. В результате для обозначения под модификации, оснащённой иным двигателем или иным исполнением салона, пришлось добавлять двухзначный индекс. Так, Икарус-280-03 – это пригородный сочленённый автобус с четырёхрядной планировкой салона и одной дверью в прицепе и тягаче, а модификация – 280-33 – городской автобус с четырьмя дверьми и смешанной планировкой. Наш сегодняшний герой как раз относится именно к ней, но только это 33-О – модификация, поставляющаяся в Санкт-Петербург, Молдавию и Таджикистан. Производилась она с 1995 года, отличается планетарными дверьми. Этот экземпляр – 1997 года выпуска. Понять это можно по вот этим вот стеклянным перегородкам возле дверей. Ставились они только на машины 1997 и 1998 годов, но помимо 16,5-метровой версии существовал удлинённый до 18 метров вариант с индексом 283, а также одиночная машина, получившая индекс 260. В отличие от советских автобусов, самым современным представителем которых был уже известный нам ЛиАЗ-677, венгерские машины имели двигатель, размещенный в пределах базы, что позволило добиться оптимального распределения нагрузки между осями и, как следствие, абсолютно ровного пола по всей длине салона. Правда, пришлось пожертвовать высотой ступеней, зато доступ к двигателю и коробке передачи с салона был упрощён максимально. Для этого в полу разместилось несколько небольших люков. Но был один большой минус у такого расположения. Со временем гармошка и уплотнители на люках изнашивались, а вкупе с состоянием двигателя и ненадлежащим обслуживанием, это приводило к тому, что выхлопные газы попадали в салон. Ах, этот прекрасный запах солярки, знакомый до боли аж с детства. Однако не только это не нравилось пассажирам. Зимой в венгерских автобусах было холодно, а стёкла изнутри затягивали иний. Причина этого факта была проста. В конструкции автобуса применили автономный отопитель, питающийся дизельным топливом и связанный с системой охлаждения двигателя. В результате водители в попытке сэкономить несколько литров дизтоплива нередко попросту отключали систему в течение дня. Всего в салоне было только 35 посадочных мест, что вкупе с большими накопительными площадками обеспечивало размещение до 180 пассажиров и даже больше. Кабина в Икарусах – отдельный вид искусства. Просторная, с мягким водительским сидением, крючком для одежды и местами для мелочёвки. Руль с гидроусилителем, сцепление с пневмоусилителем – рай для водителя, особенно в сравнении с кабинами советских автобусов. Не менее интересная у 280-го и подвеска. Каждый мост автобуса подвешивается на пневмобаллонах, что помогает добиться хорошей плавности хода. Ещё интересно, что задняя ось здесь односкатная и подруливающая. По ставке гармошек в Союз в далёком 1973 году открыл Икарус 280-01. Автобусы были окрашены в традиционный для СССР оранжевый цвет и отличались небольшими форточками, а салон имел белые поручни и отделку в светлых тонах. Водителю досталась собственная перегородка в передней двери, отделявшая кабину от салона. Под полом пассажирского отсека разместился рядный шестицилиндровый дизель Raboman D2156 с рабочим объёмом 10,35 литра, который развивал 192 лошадиных силы и 700 ньютон-метров крутящего момента. Блок цилиндров расположили горизонтально, благодаря чему мотор получился очень компактным, что хорошо сказалось на снижении центра тяжести и делало Икарусы устойчивыми к опрокидыванию. С мотором сагрегатировали 5-ступенчатую механику ASH. В 1984 году на смену модификации 0.1 пришла 33, в которой появилась новая шестиступенчатая механика ZF. Изменения коснулись салона, цвет поручни сменили на менее марки чёрный, а на смену узким форточкам пришли высокие размером в полокна. Чуть позднее для увеличения мощности двигатели автобусов стали оснащать турбонаддувом, что добавило 30 лошадиных сил, а в 1989 году в Союз начали поставлять модификации с индексом 64. Которые отличались от предшественников более современными двухстворчатыми планетарными дверьми. В салоне появились новые сидения, плоские люминесцентные плафоны и иная перегородка кабины водителя. В начале 90-х устаревший двигатель D2156 был заменён на более современный, с индексом D10, также выпускавшийся на заводе в городе Раба по лицензии MAN. В конце 90-х были модернизированы мосты Раба. В течение двух десятилетий Икарус 280 оставался единственным поставляемым в Советский Союз автобусам большой вместимости, способным справиться с пассажиропотоком мегаполисов. После распада СССР прямые поставки венгерских автобусов были сокращены. Не каждый город был готов выложить за Икарусы, ставшие полноценными иномарками, солидную сумму. И если поставки одиночных Икарусов 260 можно было хоть как-то компенсировать выпускающимся ЛиАЗ 5256, то собственной гармошки в России уже не было. Производство Икарусов 200-й серии прекратилось в 2001 году вместе с закрытием самого завода. Сейчас всё меньше остаётся городов, что повседневно эксплуатируют Икарусы на городских маршрутах, и даже на момент выхода этого видео тот самый 280-й из Волхова уже не работает. Но в памяти навсегда останутся эти тарахтящие, наполненные дымом в салоне и заледеневшие от холода, эти ставшие сегодня историей легендарной машины. На этом у меня всё, если нравится проект, то обязательно поддерживайте его лайком, подписывайтесь и до новых встреч. Пока.